Итак, в Испании объявлен трехдневный траур по жертвам крупнейшей в стране железнодорожной аварии, которая унесла жизни 78 человек. Еще больше 140 получили ранения. Поезд, следовавший из Мадрида в Фироль на скорости 190 км в час, сошел с рельсов, не вписавшись в поворот. Трагические кадры крушения запечатлела камера наружного видеонаблюдения. Сейчас испанские власти проводят детальное расследование произошедшего, изучая видео, а также запись переговоров машиниста. По данным испанской Эль-Паис, сразу после удара один из них оказался зажатым в кабине. Он повторял, все мы люди. Я шел на скорости 190 и, цитата, надеюсь, никто не умер, иначе это будет на моей совести. Основной причиной аварии сейчас называют именно превышение скорости. Участок, на котором произошло крушение, не входит в европейскую систему управления железнодорожным транспортом, которая позволяет гасить скорость состава независимо от действий машиниста. Подробности о аварии в репортаже нашего европейского корреспондента Анастасии Поповой. Спустя несколько часов после трагедии, тела погибших так и лежали по разные стороны вагонов. Все силы спасателей были брошены на то, чтобы вытащить тех, кого еще можно спасти. Итог. 78 погибли, 20 в критическом состоянии в больнице. В момент взрыва я находился в вагоне, и первой секунды не было ничего понятно от шума и пыли. Мы увидели два первых вагона, которые уже сгорели, и мы стали выбивать окна. Все люди били окна и выпрыгивали из них. Кто-то выбрался сам, не осознавая, что случилось, машинально побрел с чемоданом в сторону перона. Чтобы спасатели могли работать ночью, местные жители отдали им свои генераторы электричества и поставили вдоль железнодорожного полотна машины с включенными фарами. Вагоны поднимают краном. В пункты переливания крови с ночи стали выстраиваться очереди. Согласно нашим данным, поезд перевозило около 247 пассажиров. Пока мы не можем установить причину аварии. Все произошло на трассе Мадрид-Фироль на закрытом повороте за 4 километра до станции Сантьяго-де-Компостелло. На старом участке дороги, который не оборудован автоматической системой контроля за максимально разрешенной скоростью. Поезда здесь должны резко тормозить, но состав летел вперед. Жители окрестных домов уверяют, что перед аварией слышали громкий хлопок, похожий на взрыв. Но версию теракта власти категорически исключают. Я услышал взрыв и сразу бросился к путям. Вагоны уже были разбросаны по дороге. Все соседи уже были на месте. Потом пожарный сказал нам отойти подальше, потому что они могли взорваться. Но когда мы поняли, что все нормально, то вернулись к месту крушения. Основная версия сейчас – многократное превышение скоростного режима. Технически состав был исправен. Главный свидетель и, похоже, виновник трагедии, машинист, легко ранен. Он признал, что шел со скоростью 190 вместо разрешенных 80. Почему? Объяснить не смог. Вместо трагедии организован штаб для оказания психологической помощи пострадавшим и родственникам погибших. Начинается процедура опознания. Вагоны были полные. Люди ехали в Сантьяго до Компостелло на праздник покровителя Испании, святого Иакова. И хотя работы еще не закончены, уже сейчас можно сказать, что это самая крупная железнодорожная катастрофа в истории страны. Анастасия Попова, Илья Бернацкий, Европейское бюро Вестей. Владимир Путин направил королю Испании Хуану Карлосу телеграмму с соболезнованиями пострадавшим и близким погибших в железнодорожной катастрофе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Субтитры создавал DimaTorzok